Ты запомнил, что он говорил, да? Типа, натурал это или нет? Ну это всех назвать надо? Ты зато и сражаешь детей, налоги еще за это плачешь? Пусть будет правда. Да, правда. Вратарь сборной Вьетнама, воспитанник московского Спартака. Крунг, Тхеп, Маха, Накорн, Омон, Ратанак, Кассин. Слава богу, не мне этот вопрос попался, что ты это читал. Ну вот здесь портретная фотография. Видишь, сзади даже ничего не понятно, что это. Фотболист. Что за фотки, где их фотки? Всем привет. Сегодня мы участвуем в Южно-Азиатском квизе про Вьетнам и Таиланд. Так что присаживайтесь поудобнее. Отвечайте вместе с нами на вопросы. Мы вам поможем. Иван Обляков и Константин Тюкавин. Погнали. Ты запомнил, что он говорил, да? Давай, Курс. Пусть будет Б. Я, знаешь, я тоже хотел бы ответить. Честно говорю, я сразу себе подумал. Котой пускай будет Б. Я только хотел бы ответить. Да? Ничего себе гений. А ты что, не знаю, почему иначе? Как-то слово какое-то такое. Типа натурал это или нет? Пусть будет, да. Котой? А, нет. Необычно. Вот. Все. Не Котой она. Просто женщина. А что это сказать? Это всех назвать надо? Пускай будет Котой, а не все. Правильно же? Ну все. Котой. Да-да, мне кажется, тоже. Подставы, да, еще бывают там? Ну давайте, посмотрим. Ну если те были Котой, то эти не Котой. Это вообще... Ну я не вижу эти, но может это вообще другая национальность. Японки какие-то, нет? Ну не Котой пускай будет. О, корейские, я же сказал, они, мне кажется, даже, ну, похожи на другой национальности чуть-чуть. Котой. Здесь. Правильно, это Котой. Она была признана самой красивой из тысячных очков. В смысле, Котой или девушкой? А, у них и такой есть? Есть и Котой, и самый красивый мужчина, и женщина. Так, что у нас было, Котой, не Котой? Это Котой, сто процентов. Я гений отвечаю. Ну я на одно лицо увидел, и все понял сразу, что походу что-то там... Вьетнам страна. Ты первый? Ну давай ты и спрашивай. Давай. Первый вопрос у нас звучит так. Вьетнамцы не любят загорать. Правда или ложь? Ложь. Нет, это правда. Здесь считают, что чем светлее кожа, тем красивее там человек. Вьетнамские деньги, донги, сделаны из пластика. Правда или ложь? Правда. Правда. Местные деньги сделаны из пластика, а не из бумаги. Они не рвутся, не мокнут и почти не пачкают. Нормально. Наугад, конечно, как обычно. Рейден из игры Mortal Kombat носит традиционную вьетнамскую остроконечную шляпу, так как родом из этой страны. Правда или ложь? Правда. Ложь. Рейден родом из Японии носит традиционную японскую шляпу из Ас... Асоки? Не знаю, как правильно. Пусть и очень похожую на вьетнамский аналог. Городским жителям Вьетнама нужно платить налог на третьего ребенка. Ложь. Правда. Во вьетнамских семьях часто бывает лишь двое детей, так как за третьего ребенка приходится платить огромные налоги. Но это актуально только для городских жителей. Фига себе. Ты за то есть рожаешь детей и налоги еще за это плачешь? Вьетнам футбол. Прозвище сборной Вьетнама «Золотые звездные войны». Правда или ложь? Пусть будет правда. Да, правда. За 20 лет сборную Вьетнама успели потренировать специалисты из 9 стран. Пускай будет правда. В их числе тренеры из Англии, Бразилии, Португалии, Австрии, Франции, Южной Кореи, Германии, Японии и Вьетнама. Нормально. Хотят поднять футбол, да, там? Всеми силами. Так, следующий вопрос. Сборная Вьетнама и России сыграет в Ханое. Одноименный клуб из этого города, рекордсмен чемпионата Вьетнама. Правда? Правда. ФК Ханой выигрывал В-Лигу 1 рекордные 6 раз. В-Лигу 1. Вратарь сборной Вьетнама, воспитанник московского Спартака. Хочется ответить правду, но пускай будет ложь. Ложь, да. Данг Ван Лав окончил Академию Московского Динамо. А, да ладно. Синь чяо, как ты ин ту кук за ня? Той ладанг Ван Лам. Ту мон, кудой ты ин кук за Вьетнам. Хэн габлай, татка мой нгой тайганой. А теперь, наверное, лучше на русском. Всем привет, меня зовут Лев. Я вратарь сборной Вьетнама. Скоро встретимся в нашей гостеприимной стране и на футбольном поле. А пока у меня для вас вопрос. Когда вы прилетите, вам обязательно будут попробовать наше самое вкусное, самое популярное вьетнамское блюдо. Как вы думаете, что это? Ну, я только вот про одно блюдо недавно узнал, про Фобо. Пускай будет оно, хоть оно и говорят, что очень острое. Я не знаю. Хотя это как суп, правильно? И что, думаешь, нам сразу его и самолет? Ну, да, вот для меня это странно, но я просто других вообще не знаю. Ну, я тоже не знаю. И поэтому только один вариант от этого. Я думаю, что он неправильно. У нас хотя бы какие-нибудь варианты от этого? Ну, что это может быть? Что это может быть еще? Нем называешь? Что у них вообще распространено? Я не знаю, правда. Лис. Ну, рис. Ну, пусть будет Фобо. Фобо-Фобо. Да, да. И правильный ответ, конечно же, Фобо. Да, вьетнамском это Фобо. Очень вкусный суп. Всем советую, ребят. Все, спасибо, будем пробовать. Может, нам не такой острый сделают? Таиланд, страна. Вопрос звучит так. В Таиланде сейчас идет 2567 год. Ложь. Нет, правда. В стране действует буддийский календарь вместо привычного нам Григорианского. Поэтому исчисление лет идет иначе с того момента, когда, согласно преданиям, великий Будда отправился в Нирвану. Вот так вот. Название столицы Таиланда состоит из 186 символов. Ложь. Правда. Полное национальное название столицы Таиланда, Бангкок, внесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое длинное из всех названий городов. Крунг, тхеп, маха, накорн, амон, ратанакасин, маханиндра, айютая, махадилок, поп, нопрарат, радчатане, буриром, удом, ратневед, амон, пима, ман, аватанан, сатив, сапкакатя, и висанун, компасит. Слава богу, не мне этот вопрос попался, что ты это читал. Непонятные буквы. Так. Многие голливудские режиссеры используют Таиланд как красивую локацию для съемок. Правда? Да. Здесь сняли Форсаж 9, Мальчишник 2, из Вегаса, Бангкок. Любовь в Большом Городе 2, Звездные Войны, Рэмбо, Бандиана, Человек с Золотым Пистолетом. Энергетические напитки придумали в Таиланде. Да ложь. Нет, это правда. Родиной энергетических напитков является не Америка и не одна из европейских стран, где их так активно употребляют. Азиатский Таиланд. Рецепт придумали еще в 12 веке. Так, идем дальше. Таиланд теперь. Футбол у нас на кону стоит. Большинство игроков сборной Таиланда представляют местный чемпионат. В нем играют две команды со званием United. Правда? Ложь. Таких команд сильно больше. Аж 7. Бурирам United, Подхум United, Трубангкок United, Маунгтон United, Хонгкайен United, Синга Чанггра United, Накхоптанг Хом United. Так, все, назвал Тубу. Да, можешь дальше. Прозвище сборной Таиланда по футболу «Боевые мамонты». Боевые мамонты. Правда. Ложь. Да. Прозвище этой команды «Боевые слоны». Блин, ну рядом же я плюс-минус-то где-то. Ну точно на слонах же у них там, да, все вот это. Да, ошибочка вышла. Ну ничего. Таиланд напрямую связан с интенсационным чемпионством Лестера в АПЛ в сезоне 2015-2016. Как он связан? Ну не знаю, ты ответь, я тебе расскажу. Блин, хочется ложь ответить, но будет правдой. Правда. Владельцы клуба родом из Таиланда. Они купили команду в 2011 и через 4 года смогли привести ее к чемпионству в АПЛ. Футболист в сборной Таиланда Сарач Юйен в одной из соцсетей имеет более 1 миллиона подписчиков. Ну правда, пускай будет. Правда. Все, просто правда. А счет какой вообще? Просто минус равный, нет? Мне кажется, да. Это сказать футболист или нет? Я думаю, нет. Как будто какой-то певец там или актер, мне кажется, да? Могично. Ну, сказать футболист или не футболист? Да. Блин, не футбик тоже. Мне кажется, что футбик, да? Это? Да. Да, ну путь будет, нет? Это футбик. Я не вижу, если честно. Вот директор какой-то. Директор. Пускай будет, у него цепи. Да давай футболист. Да, это Данг Ван Лам, которого тут слышишь. В смысле? Это он? Не, ну просто тут такая фотография, что так и не поймешь, что тем более далеко. Ничего себе на стиле. Не футболист, официант. Футболист? Думаю, нет. Да, это тоже меня. Это актер Вен ООН. Дарья, какая-то фотка. Пускай будет футболист. Он их знает. Я реально, в смысле, все пока угадал, даже твоих бы угадал бы. Нет, не футболист. Я отвечаю, я думаю, футболист. Ну пусть будет, нет. О, видишь, хотя бы кого-то не знаю. Футболист. Нет. Ну вот здесь портретная фотография. Видишь, сзади даже ничего не понятно, что это. Ну да. Да они могут и футболисты так одеваться. Ну пускай будет актер какой-то такой же. Ну не футболист, в общем. А, футболист. Не, ну видишь, он все равно... А почему он такой, кстати, известный? Ну вот. Люди пускай в комментариях напишут. Чего они там за кофты? Модная какая-то. Я не понимаю. Модная какая-то, да? Ну да, типа на стиле такой чудачок. Ну пусть будет футболист. Супачок. Нормальный миксить у него. Эй, эй, эй. Так, я что отвечал-то вообще? Этот не футболист. Он там сзади картины. Я думаю, он какой-нибудь... Позер, как они называются. Да, это тайский актер. Это вот этот сзади, там уже непонятно, что это. Ну пусть будет не футболист. Футболист. Что за фотки? Где их фотка? Это... Блин, ну... Выглядит как футболист. Ну выглядит как... Ну мне кажется, наоборот, выглядит не как футболист. Но будет футболистом, наверное. Ну нет, я скажу, это не футболист. Это футболист, пацан. Ну вот. Я же сказал, не выглядит как футболист. А какое наказание? Да давай без наказания. Да не, ну... Нет такого. Ты что? Нет такого. Пускай он съест острый фоба максимально. Чтобы у него... Не будем-то говорить. Не, ну если будет возможность, там... Я бы тоже, на самом деле, попробовал. Друзья, надеюсь, вам понравился выпуск. С вами были футболисты сборной России Иван Обляков и Константин Тюкавин. Смотрите, пишите комментарии. И... Ставьте лайки. Да, наслаждайтесь просто этим выпуском. И обязательно не забудьте про наши матчи. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...